Всем привет, мои дорогие! С вами Маша и вы смотрите канал Вхудение Мамы и Дочки. Сегодня я не одна, на моем канале моя подруга Марина Михина. И сейчас она будет отвечать на вопросы, на которые только что отвечала я на ее канале. Вопросы одинаковые, мы не сговаривались, я не знаю, как будет отвечать Марина. И я думаю, что вам будет интересно, потому что вы узнаете нас немного с другой стороны тоже. Итак, поехали, первый вопрос. Когда ты начинала, думала ли, что станешь популярным человеком? Как повлиял на тебя Ютуб? И насколько он тебя изменил? И, наконец, как ты считаешь, есть ли дружба на Ютубе? Ну, во-первых, всем привет. Привет зрителям Маши. У нас много общих зрителей, но все-таки есть и разные. Конечно. Поэтому приветствую вас. Мой канал, он обо всем на свете. И я, конечно, думала о том, что я стану каким-то популярным человеком. И я им еще пока не стала. Да, уже бывает, что идешь по улице, и тебе подходят люди, которые тебя видели на Ютубе. Это очень приятно. Поэтому я призываю всех, кто меня увидит, подходить и обязательно пообщаемся. Ютуб меня, конечно, очень изменил. Я раньше, знаете, не знала, можно сказать, с интернетом была на фы и очень мало его использовала на работе. Сейчас, благодаря Ютубу, я погрузилась в этот интересный мир и в какой-то степени сейчас проживаю в интернете. На просторах интернета. Я даже себя считаю не то, чтобы каким-то блогером или популярным человеком, если я считаю персонажем интернета. Я девушка, женщина, тетенька из интернета. Я не знаю, что это с Ютуба. Но немножко еще и из Инстаграм. Вот, в общем-то, и все, что я могу сказать об этом. Что там, Маша, еще раз напомнила? Как повлиял на тебя Ютуб и насколько он тебя изменил? Изменил ли? И если да, то как он на тебя повлиял? Ну, как он на меня повлиял? Я, во-первых, очень много узнала вещей, о которых раньше не подозревала. Я познакомилась с огромным дворечеством людей, с которыми мы никогда не пересекли, исключая тебя. И сейчас, когда я выхожу в интернет или на Ютуб и получаю комментарии абсолютно со всего земного шара, из любой точки мира, я могу связаться с человеком, который находится в любой точке земного шара. Это может быть Голубия, Америка, Австралия, Москва, все, что угодно. И это настолько расширяет кругозор, это настолько меняет все в твоей жизни. Я иногда вот, я даже общаюсь с кем-то, меня мама спрашивает, с кем ты говоришь? Я говорю, я с Мексикой. А с кем ты говоришь в Колумбии? С кем ты говоришь с Машей? Что касается в этом же вопросе, по-моему, есть... Есть и дружба, да. Да, конечно, есть. Безусловно, есть, потому что благодаря Ютубу мы можем найти людей, которые с тобой на одной волне, у которых с тобой схожи интересы. А также я вот хочу сказать, что в реальной жизни о Ютубе поговорить мало с кем возможно. Это точно. Многие люди не в теме, особенно, вот скажем так, в моей возрастной категории, да, даже и молодые... В любой, абсолютно в любой. Если не в теме, они не в теме, все. Да, не в теме. Даже невозможно что-то обсудить. Тех же блогеров, те же тренды Ютуба, те же планы какие-то на будущие ролики, то есть это практически невозможно. И спасибо Господу Богу, что Он послал мне, Маш, тебя, потому что с тобой мы можем обсудить абсолютно все, что касается того, чем мы живем. Потому что, в принципе, блогеры Ютуба – это сумасшедшие люди в хорошем смысле. Да, согласна. Которые болеют за свой канал, за свои ролики, которые все время стараются расти, продвигаться, что-то новенькое. И очень часто это новенькое рождается в процессе обсуждения. В том числе и даже вот этот ролик сегодняшний записываем именно на волне каких-то поисков новых идей. Новых идей, да. Да, согласна. Так что я считаю, дружба есть, так же, как и не дружба. И в моем Ютубе это все существует абсолютно как в жизни. Да. И раз уж мы заговорили про дружбу, как ты считаешь, друзья могут быть только с детства или в любом возрасте можно найти друзей? Я очень общительный человек, и я очень со многими людьми начинаю контактировать, сближаться. И независимо от моего возраста. Это было всегда в детстве, в юности, в среднем возрасте и даже сейчас, когда я уже являюсь официальным пенсионером. Но очень часто это не перерастает в дружбу. И это не зависит от того, на какой платформе познакомились. На Ютубе, или на работе, или на улице, или в поезде, то есть, или в самолете. Значит, я считаю, что можно найти друга в любом возрасте, в любое время, когда ты этого дальше совершенно не ждешь. Да, абсолютно согласна. А что ты терпеть не можешь? Я с собой встретил тоже это подтверждает. Да, однозначно. А что ты терпеть не можешь в людях? Я очень не люблю, когда один человек унижает другого. Причем заведомо того, кто не может ему ответить на раму. Это, например, начальник, который кричит или орет на женщину, которая убирает его кабинет. Он ее унижает, он кричит, и он понимает, что она ему даже вбикнуть в ответственности. И этот человек, эта женщина, она ему тоже не может ответить. Вот это вот, когда один другого унижает, меня всегда бесит в людях, потому что я считаю, что нормальные, хорошие люди, они никогда не сделают этого, никогда. Согласна. Нужно положительно относиться к другим, независимо от их социального образования, от их работы, от их, я не знаю, нежности, вообще во что угодно. То есть вот это вот унижение, оно во всем проявляется. То есть вот эти вот оскорбления. Допустим, если там красавица, оскорбляет кого-то некрасивого, да? И там худая, оскорбляет там толстую. То есть это вот работает абсолютно во всех направлениях. Ну, конечно, как ты говорила на моем канале, это подлость, кремита, бронье, много таких качеств, которые... Но вот одно из таких вот основных, это вот когда один унижает другого. Это вот корни, дедовщина, ванны, то есть все вот как бы одно. Меня вот это вот очень в людях раздражает. Я всегда обношусь очень демократично и понимающим к людям абсолютно разных и возрастов. Можно же унижать и по возрасту. Ты там старая, ты карга, ты ничего не соображаешь, ты тупая, да? Да-да-да, или наоборот молодая, ничего не понимаешь и так далее. Кто-то улучшится лучше, кто-то хуже, кто-то унижает того, да, кто... Ты тупой, ты не понимаешь, ты чего-то. Ну, вот это вот качество я просто ненавижу. Ну, так вот я... Оно в парадах проявляется, но это одно и то же. Еще я бы сказала зависть, я, по-моему, забыла об этом сказать, зависть, злость по отношению к другим людям. Но это все как бы тоже из этой же серии. Да, да. А скажи, пожалуйста, есть ли что-то, что ты никогда не сделаешь ни при каких обстоятельствах? Ой, ну, Маш, я с тобой согласна абсолютно с тем, что ты говорила в моем ролике. Все зависит от обстоятельств, потому что мы никогда не знаем, как повернется жизнь, и что ты будешь делать, если что-то произойдет. Люди очень часто, которые были поставлены в какие-то условия, знаете, начинают делать то, что они бы раньше никогда не сделали, да. Я не знаю, в голод, там, в блокаду Ленинграда люди же икры, и даже людей. И я не думаю, что они бы это сделали раньше. Да, да, абсолютно точно. Если им задай вопрос, ты будешь есть крысу? Нет, никогда. Но мы не знаем, что чувствовал тот человек, когда он это сделал. Это ужасно, это ужасно. Я этого боюсь, не дай бог, никому, ничего. Вот. Поэтому я не знаю. Ну, конечно, я, например, всегда, как сказать, я даже не знаю. Но я, например, своих никогда не сдаю. То есть, если человек сделал мне что-то хорошее, и потом жизнь меня поставила в такие условия, что я вот должна ему что-то плохое сделать, я не сделаю. Ты часто рискуешь? Или все-таки ты осторожный человек? И если да, то... Я осторожна. Я на самом деле осторожна. У меня очень развита стихи самозахоронения. И я всегда переживаю, когда кто-то что-то делает, такое безбашенное, что какие-то риски. Вот, например, мой сын, там, на мотоцикле такое вытворяет. И я очень-очень переживаю, страдаю из-за этого. И сама я бы такого не то чтобы никогда не сделала. Я призываю всех это не делать, только меня, правда, никто не слышит. Да. Ну, то есть, понятно, с парашютом бы ты не прыгнула никогда. Никогда. Ну, то есть, только в экстремальных, да, скажем так, обстоятельствах. Я бы с парашютом прыгала. Что? С парашютом прыгала. Не с парашютом, а вот с этой пигмейкой, которая... Тарзанка. Тарзанка, да, как бы? Типа тарзанки. Вот, и есть видео даже такое. Я в шоке вообще была. И она сказала, что когда она забралась на эту вышку, она поняла, что она прыгнуть не может. И ей очень страшно. Вот. Но дело в том, что спускаться с этой вышки тоже было страшно. Что прыгать... Угу. Поэтому проще было прыгнуть. В следующем итоге она все-таки прыгнула. Но я не могу, что так буквально она не совершит. Угу. Но я нет. А есть все-таки, может быть, что-то, чем ты можешь рискнуть? Все-таки, может быть, если подумать, смогла бы ты, ну вот, чем-то рискнуть? Или все-таки вообще нет никогда и ничем? Ты знаешь, у меня очень повышено чувство ответственности за людей, которые меня окружают. За мою семью, мои дети, моя мама. Я вот не буду рисковать и совершать какие-то глупые поступки, которые могут вызвать то, что у них не будет поддержки в моем лице. Поэтому нет. Поэтому нет. Если есть возможность выбора, нет. Угу. Понятно. Ты открытый человек или закрытый? И есть ли что-то, о чем ты не будешь говорить? Нигде. Ни на ютюбе, ни с родными, ни с друзьями. Очень открытый, это очень мне мешает по жизни, я как бы раскрываюсь, вот, и потом очень часто получаю за это, как говорится, по шапке и коносу, и, то есть, очень часто это бывает. И я пытаюсь себя перевоспитать в сторону более сдержанного, неболдливого. Вот, в частности, я, например, на ютюбе тоже не афиширую свою там личную жизнь, как только краешком, в поиске, где-то что-то, вот, так тоже я, то есть, это осознанное у меня, осознанное поведение, скажем так, потому что жизнь меня научила уже тому, что я, ну, слишком. Ну, поэтому и ходят слухи, что мужа и ты придумала, и я придумала, потому что мы не афишируем, не говорим, не показываем, поэтому и ходят слухи. Хорошо, представь, у тебя, оказывается, 10 миллионов евро, и что ты будешь с ними делать? Господи, где, где, где эти евро? Хочу эти евро. Ой, даже бы не отказалась от 10 тысяч лишних. Нет, ну, понятно, а тут тебе 10 миллионов предлагают. Я бы, конечно, раньше, чуть раньше, если бы я была помоложе, я бы, конечно, замутила бизнес какой-то, например, дизайнерский. Я бы, наверное, хотела выпускать свою линию одежды, свою линию украшений, аксессуаров, сумки там, ну, в общем, вот такое. Вот сейчас уже реально, понимая и осознавая свой возраст, я бы, наверное, скупила недвижимость. Это может быть отель, который бы я, я не знаю, там, отель, какие-то квартиры, которые бы я сдавала, которые бы приносили постоянный доход. И это было бы классно, потому что можно было бы оставить и детям, и внукам, которых пока нет, но тем не менее. То есть бизнес вот такой вот, связанный с недвижимостью, чтобы уже особо не дергаться. Я тебя понимаю. Ну, а для души, естественно, я бы путешествовала, и первое, что я сделала, я бы купила билет в Перу на Мачу-Пич и отправила нам на долгосрочное путешествие по Латинской Америке. Нет, я не поеду в Азию никуда, я обожаю Латинскую Америку, это очень дорогостоящее путешествие. Я бы отправилась, я не знаю, на год, там, все бы... Ну, то же самое, так же, как и я, только я бы поехала в Европу, в Южную, в Южную, в Северную, ну, как бы, путешествовала бы по Европе для начала. Ну, по Европе, знаешь, можно было даже и недвижимость купить, вон, в Испании, в Италии, в Франции, вот. Ну, я бы в Севиле квартиру купила, это моя любовь. А как ты считаешь, детей надо планировать или рожать столько, сколько Бог пошлет? Ты знаешь, мне очень сложно давались дети. У меня 7 лет были скважные выкидыши, завершие беременности, и очень долго мне не удавалось родить ребенка. И потом, вот, сначала дочку я родила, потом сына, то есть Бог мне их подарил. За что я ему благодарна, я счастлива, и это, скажем так, очень-очень выстраданные такие дети. Кому-то дети даются легко, и, не задумываясь, они их рожают, дают им жизнь. Это вопрос, насколько они любят вас, сына, насколько они любят вас, сына, насколько они любят земли, тем, получают ложь. Я тоже это говорила, любви, заботы, образование и всего такого. То есть, здесь, я думаю, все очень индивидуально. Кому-то Бог вообще не дает детей. И здесь я считаю, что каждый вариант богатой женской судьбы, он абсолютно индивидуален. И я думаю, что в любом случае надо благодарить Бога за один вариант, второй вариант и третий вариант. Не знаю, ну, конечно, если говорить о матерях, которые рожают, рожают, и детей еще оставляют в детских домах, ими не занимаются. Растут дети Маугли, дети с несчастной судьбой априори, как только рождаются, да, уже им как бы предначерпан вот этот путь. Это, конечно, ужасно, к этому я отрицательно отношусь. Но что делать, такое было всегда. Да, к сожалению, да. Да, в случае, когда женщина не могла родить ребенка, пока 7 лет у меня, ну, там, долгий такой период был, дети не получались, я уже, в принципе, психологически подготовилась к тому, что я, ну, без детей была. Вот есть люди, которые усыновляют детей и являются прекрасными родителями. Да. Вот, я вот, наверное, может быть, и не смогла бы так. Хотя, кто знает, вот опять же. Опять же таки, никогда не знаешь, да. Если бы не повернулась таким образом, может быть, я бы усыновила тогда ребенка. Вот именно, что никогда не знаешь, как ты себя поведешь, оказавшись в той или иной ситуации, да. Хорошо. Остается два вопроса, я думаю, что они самые интересные. Твое отношение к мату, вообще материшься ли ты? Я не то, что не матерюсь, я раньше такие слова, которые, ну, как бы матерными не являются, там, я не знаю, на букву «Ж», на букву «Г», я их не могла вообще раньше произнести. Сейчас я могу произнести и мат, и вот эти слова. Но каждый раз во мне срабатывает что-то такое, что я совершаю преступление. То есть у меня в семье никто не матерился. Мама у меня преподаватель русского языка, и он до сих пор коробит от таких слов, как «все тоже грижи», я же не говорю про мат. Но жизнь сейчас такова, что и у Михалки этот мат, он вообще сытится на тебя отовсюду, и он как бы немножко потерял смысловую нагрузку. То есть для меня он тоже в какой-то степени потерял смысловую нагрузку, именно поэтому я его сейчас могу иногда употребить. Ни на ютубе, ни на эфире, ни на работнике. А только вот, как ты и сказала, если требуется что-то процитировать такое, да, или что-то такое случилось экстраординарное, и ты прям вот, ну... По-другому просто никак не скажешь. Которая просто больше выражает эмоцию, чем мысль. А смысловую нагрузку, которую изначально как бы мат имел, благодаря вот этому тиражированию, да, вот в эфире, в ютубе, например, да, ну, в какой-то степени притупляется и теряет смысловую нагрузку для тебя тоже. Ну, в принципе, я все равно это для меня комола. Я женщина, которая матомыгается, да, ну... Да, согласна. Я женщина, которая выходит на широкую аудиторию. Вот это. Да, да, вот об этом и речь. Ты знаешь, я даже вот к этим словам, на эти буквы отношусь... А это как мужики еще, чем... Да, да, да. Но опять же-таки в определенных ситуациях не при женщинах незнакомых, да, вот, то есть это отвратительно. Ты знаешь, я вот к этим словам отношусь даже в какой-то степени хуже, чем к мату, если он уместен. Я вот эти слова, на эти буквы, да, ну и на другие буквы также... Даже буквы не произношусь. Даже буквы не произношу. Я к ним отношусь крайне негативно. Маш, мне пришлось произнести, потому что, ну, как бы, чтобы понятно было... Да, на эти буквы Г, Ж, К еще и так далее, как бы я вот к ним отношусь намного более негативно, чем к мату, если он уместен. Потому что эти слова, это вроде бы не мат, но есть еще очень много отвратительных слов, вот, отвратительных, которые просто вызывают отвращение. И вот этим очень часто грешат многие блогеры даже. Ну, вот мы сейчас, если о Ютьюбе говорим, то очень многие блогеры, и это тоже отвратительно. Вот я тоже, когда это слышу, у меня желание выключить видео. Вот реально выключить. Я не ханжа, ну, повторю. Ты меня знаешь, я абсолютно спокойна. К огромному количеству вещей отношусь, и меня мало что бесит. Но просто мне неприятно и мне отвратительно. И вот даже если выбирать, вот по мне, лучше мат в определенных условиях, да, к месту, и красиво, если это красиво. А красиво может быть все что угодно. Даже материться можно красиво. Чем вот эти отвратительные слова, которые якобы не являются матом, и их вот употребляют на каждом шагу, это просто отвратительно. Вот иногда смотришь, красивая девушка, женщина, все при ней. Но как рот откроет, господи, боже мой, хочется бежать. Вот у меня такое вот как бы, да, ощущение. И, наконец, заключительный, Мариночка, вопрос, как ты относишься к геям? К однополым бракам, но и также к усыновлению. Я нормально к ним отношусь. Я абсолютно нормально к ним отношусь. Это физиология природы, которая будет, да, в природе, да, это же не только у людей, у животных это существует. Это как бы, ну да, это реалии жизни. Единственное, что мы на моем канале тоже об этом говорили, вопрос усыновления детей, вопрос рождения детей, которые располагают в однополых парах в браках, это очень странный и сложный вопрос, на который лично я не знаю. И я бы однозначно, конечно, вот это все не судила, конечно, разные есть варианты, но с другой стороны никто не отменял, я не знаю, и педофилию, и расклеение малолетних. Я не знаю, как будет психика ребенка, я не психолог, не профессионал, хотя я думаю, что и психолог-профессионал, он тоже просто человек, который тоже будет в ступике относительно на это идти. Согласна. Потому что, если, например, усыновляют детей, у него как бы получается нет выбора, ну не знаю, это очень сложный вопрос, а к людям, которые имеют отличную основную часть населения ориентацию, я знаю, что совершенно доброжелательно, с пониманием. Очень часто, кстати, эти люди достигают очень больших высотых в бизнесе, и карьеру делают прекрасную, и талантливыми очень часто. Оставляют свой след в истории, и спасают людей, очень много достойных и уважаемых людей, вот среди геев, очень много. Так что, можно сказать, хорошо отношусь. Да, естественно, и вот ты знаешь, я всегда удивляюсь, когда я слышу негативные отношения к этим людям, я всегда удивляюсь, как можно людей делить, да, там, на геев, на натуралов, и вот по этому признаку, да, как-то вот выстраивать какой-то свой негатив в сторону этих людей, для меня это просто дико. Вот реально дико. Я никогда не пойму вот этого отношения. Ну все, мои дорогие, Марина ответила на все вопросы. Мы надеемся, что вам было интересно, и мы, я думаю, что будем продолжать в этом ключе. Будут другие вопросы, может быть, немного другой формат. Мы не стоим на месте, мы осваиваем новые технологии, и у нас это получается, я бы сказала, успешно, без ложной скромности. Учитывая, что мы, как бы, люди далекие от техники, от всего этого, тем не менее, мы это все осваиваем. Подписывайтесь на наши каналы, на канал Марины, у нее уникальный канал, я всегда об этом говорю, и не устану повторять, потому что Марина, помимо того, что она моя подруга, если от этого абстрагироваться, она талантливейший человек, уникальный человек, и у нее очень интересный канал. Да, конечно. Так что подписывайтесь на канал Марины, на мой канал. Все, тогда благодарим. Напишите, что вы думаете, как понравился ли вам этот формат. Да, понравился ли этот формат. Значит, по видео мы справимся незаметно повысить, там надо разобраться в одном вопросе, небольшом технике. И я думаю, что такие видеоролики мы будем записывать. Да. У меня обязательно будет какие-то ответы на вопросы, это могут быть просто рассуждения на какую-то одну. Да, 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 просто возьмем какую-то тему и будем рассуждать. Да, 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 я думаю, что это тоже будет интересно. Сегодня были вопросы, завтра будут какие-то другие темы, потому что тем очень много, идей очень много. И вот пока мы с Мариной не встретились, будет такой формат, когда мы встретимся, будет другой формат. Но, тем не менее, мы вот планируем продолжать в этом ключе. Все тогда, всем отличного настроения, удачного дня, до скорой встречи, всех целуем, пока-пока. Пока-пока.